Итак, всем доброе утро! Сегодня хочу поздравить всех у нас именинников с днём рождения. Смотрел, есть, но фамилии, имена не запомнил, потому что сейчас экшн-камеру забыл, поэтому приходится записывать на телефон. Так вот, давайте сегодня пока едем до работы, посмотрим, что у нас такого интересного в Сочи произошло. В Сочи у нас сейчас уже с утра плюс 17 градусов и, конечно, хорошая, классная, комфортная погода. Вчера снимал я у нас, так скажем, жилой комплекс, бывший Пикассо, ну и опять многим из вас не нравится то, что там слабенький раствор и так далее. Ну, я могу сказать, что, точнее, отсутствие раствора, да, я могу сказать, что пока мне тоже непонятно, почему так проходит, почему так происходит. Например, тот же самый, например, Артур, да, ему не жалко там взять там и 1200 кубов взять и потратить, получается, на 1200 кубов потратить на дорогу, но при этом почему-то жалко там добавить там немножко раствора на, так скажем, ну вот на эти блоки, да. Сегодня с ним встречусь, хочу у него все это узнать, почему так строится, почему вот так вот у нас у всех, при том, если бы это было у одного бы, то другое дело, но это, в принципе, почти у всех в Сочи, там, ну, процентов 95, да, в сути, вы видите, такая бестолковая, называю, кладка. Сегодня я постараюсь для вас это все узнать. Ну и опять же, да, многие там берут, пишут комментарии, еще что-нибудь, это правильно вы делаете, я тоже стараюсь, ну, ссылаюсь, что вы это все верно делаете, думаю, может, застройщик все-таки увидит и возьмет, как бы пересмотрит свою политику, да, как у меня сейчас застройщики только успевают мне названивать, Макс, приезжай, там, дорогу сделали, Макс, приезжай, мы то сделали, Макс, приезжай, мы это сделали, потому что у меня такая политика, да, если я показал, озвучил, да, то, ну, пока не исправят, я в целом не буду другой видеоролик писать, ну, не знаю, чтобы не обманывать, говорю, как мне недавно там застройщик подсказал, как правильно снять его объект, нужно снять домики, нужно снять пляж, а дорогу, то, что там на Кашкай чиркаешь нищим, этот момент упустить, ну, как упустить, все равно же, как приедешь покупать, да, конечно, бывает, некоторые покупают квартиры дистанционно, но я считаю, что это будет обман, поэтому, когда дистанционно, поэтому я квартиры дистанционно покупаю, потому что знает все и вся, как, где, что, в общем, вот так вот, ну, и сегодня, конечно, я встречусь с Артуром и еще с одним застройщиком, просто узнаю вот за это, теперь дальше, да, посмотрим на с вами бывший Пикассо, я вам сразу скажу по поводу дома, да, в целом, как бы, я встречал дома и гораздо хуже, встречал дома и лучше, но в той ценовой категории, за которую он продается, он хороший, нормальный дом, понимаете, за те деньги, которые продаются, нормально, как бы, если нужны идеальные, хорошие дома, я могу сказать, даже, я снимаю дома там всевозможные, которые стоят там по, не знаю, там по 20, по 40 миллионов, там они тоже не без изъянов, там тоже есть к чему прикопаться, есть к чему придраться, есть, так скажем, ну, косяки всегда, они есть, и поэтому приходится исправлять, да, я не знаю, как там прощели, да, но обычно, может быть, не знаю, вот я пока не могу сказать чем-то, потому что я говорю, я считаю, если, например, раствор было жалко, я думаю, что это нелогично, ну, почему, ну, потому что, будет, на дорогу, например, Артур потратил 1200 кубов на дорогу, да, и, получается, тут на всю, например, на весь дом, наверное, нужно кубов два, не больше этого раствора, как-то, как-то так, ну, я даже могу сказать, что я вчера, да, мы проезжали там, который у нас строит АЛК+, вроде, хорошая бригада, должны классно строить, ну, например, даже смотрели вчера тот же самый посейдон, да, с квентами, ну, это просто жесть, тоже так построен, такая кладка, так вот все как-то безалаберно, да, или, например, взять тот же самый какой-нибудь хороший, там, бизнес-класс тоже, посмотрели, тоже оставляет желать лучшего, ну, да ладно, не об этом не говорить, но, в любом случае, я рад, что вы смотрите видео, я рад, что вы конструктивно все берете и по полочкам у нас раскладываете. Ну, и теперь, на это вопрос, надеюсь, я ответил, теперь, 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 теперь. Ну, и сегодня там, да, у нас, получается, сегодня довольно-таки сложный день, нужно четыре сделки зарегистрировать в Рост-Реестре, да, из них там несколько в Босфоре, одну надо зарегистрировать, две зарегистрировать в Мелодии Леса, а, нет, пять сделок, получается, ну, это те продажи, которые прошли ранее, где были какие-то рассрочки, А теперь нужно взять это все и добить. В общем, сегодня будем заниматься этой рутиной. Ну и у меня сегодня, так скажем, два проката. Один прокат у меня идет с местным. У нас местных не любят в агентстве. Типа они сами выходят на застройщик, сами все покупают. Ну, в любом случае. Поэтому все местные достаются мне, а я местных люблю. Потому что, как бы, когда ты движешься с ними по городу, все, во-первых, ты сам утверждаешься тем, что ты знаешь больше, знаешь лучше, знаешь все. А во-вторых, все равно с местными интересно пообщаться, узнать, как они на этом смотрят, как они живут. Ну, не знаю, интересно с местными. Поэтому, в любом случае, встречаюсь и, конечно, их еще и закрываю. Потому что мне тоже сейчас говорят, говорят, вы знаете, коллеги ваши не захотели со мной. Ну, типа, я понимаю. Потому что уходит миф, что местные ничего не покупают. На самом деле покупают, очень местные много продал квартир. Потому что они и местные такие же, как и я, да? Какие? Ну, вот я сейчас живу здесь, да? Сейчас даже здесь прописку сделаю. Сегодня время будет, скорее всего, прям чуть-чуть. И сделаю прописку. А толку? По сути, все равно я местным-то и не стал. Ну, иллюзия. Иллюзия. Прописка, это не значит, что там местные. Я приезжий, который живет в Сочи. Это дату, другое, да? Есть еще туристы, да? Много чего. Ну, на самом деле, так скажем. Примерно это выглядит вот так вот. Ну, и опять же, давайте все-таки подведем у нас итоги, да? Хороший взял темп, получается, с понедельника, да? Когда я приехал, получается, у нас с воскресенья, утром с отдыха. Потом немножко позанимался делами такой все. И за понедельник, вторник, получается, у нас и всегда у меня прошло то ли 4, то ли 5 сделок. Поэтому, считаю, темп довольно-таки неплохой взял. Теперь нужно этот темп удержать. Ну, цели на месяц очень такие простые. Они такие, ну, не глобальные. Это нужно так, чтобы все, которые у нас приехали, клиенты, остались довольны, чтобы каждого из вас можно было разместить. Я могу сказать, что сейчас начинается сезон, да? И у нас открылась Турция. И ходил миф, да, что теперь в Сочи будет продаваться гораздо хуже. И в Сочи не будет. На самом деле, сейчас я у нас пообщался с туроператорами, да? Потому что я искал путевку для своих родителей, чтобы они приехали не на поезде, а на самолете. Так и не нашел пока все еще и ищу. И пообщался с туроператорами. И на что туроператоры сказали, там тоже места нет. Там отель уже, представляете? Уже отели на летние месяца, они уже стоят в топе, уже с полеток тоже ограничены. Хотя Турция открылась. Я скажу честно, я, скорее всего, с дочкой летом слетаю на недельку в Турцию, потому что, ну, не можешь когда отдохнуть от телефона от всего. Здесь мы тоже успеем с ней отдохнуть, просто для, так скажем, для разнообразия. Но, опять же повторюсь, опять у нас ожидается, что еще народу будет больше. Хотя у нас, как говорят, Турция открылась. Просто те люди, которые в прошлом году приехали в город Сочи, да? Я с ними тоже переписываюсь, общаюсь. Они все хотят сюда еще раз вернуться. Поэтому, если вдруг там вы решили приехать отдохнуть, то планируйте свой отдых заранее. И желательно, да, если как бы снять квартиру или еще что-нибудь, то, конечно, нужно выйти заранее, чтобы мы могли вам подобрать нужный вариант. Ну, и, так скажем, на сегодня, да, если кто-то приезжает в марте, да, смотрите, я размещал его в хорошем отеле, завтраком, да, в хорошем номере, да, получается номер стоит полторы тысячи рублей сутки за двоих человек, полторы тысячи. Если кого-то интересует, да, если я вам дам реквизит этих отелей, за полторы тысячи в хорошем отеле это довольно-таки неплохо. Плюс можно разместиться за тысячу рублей у нас, получается, в гостевом доме, да. Там не будет завтрака, это будет в Адлере. А здесь я говорю про центральный район. В общем, для покупки недвижимости пока самое выгодное, так скажем, приобретение – это март месяц. Почему март? Потому что считается низкий сезон. Во-первых, дешевые билеты на самолет, дешевые билеты на поезд и относительно дешевые билеты на проживание. Потому что начиная с июня месяца сразу цена, например, гостевых домах, где вы сейчас можете за тысячу рублей переночевать, там будет вас стоить 2,5-3. Поэтому если вдруг собираетесь приехать к нам в гости, то желательно, чтобы вы приехали в марте. В апреле цена дороже, в мае чуть еще дороже. И июнь, август, сентябрь уже цена космоса. И я с вами соглашусь, что отдыхать иногда в Турции гораздо дешевле, чем в Сочи. Но опять же, смотря какой отдых вы преследуете. Если вам нужны экскурсии, если вам нужно смотреть по поводишь всего, то, конечно, в Сочи прилетите. Если просто пляжный отдых, просто кверху кузом и на все включено, то, конечно же, я бы тоже рассматривал лучше Турцию. Смотря, что вы преследуете. Смотря, какая цель у вас от отдыха. Ну, в общем, как-то так, наверное, все я вам уже озвучил. И сегодня мы с вами попробовали доехать до работы. Только не по Конституции, а вокруг. Потому что сегодня у меня машина мылась у нас, получается, в торговом центре Олимп. Вчера, потому что был прокат по Соболевке, да, по некоторым районам Амайка, что я сейчас просто машину всю убил. Хотя машину мою почти каждый день. Ну, через день на данный момент. Поэтому пришлось машину опять вымывать после этого маленького проката. Ну, и получается, если с Алимп поехать, то тоже мы едем без пробок. В самый час пик мы едем, получается, по времени всего лишь 12 минут. Ну, теперь до центра 12 минут до работы. Потому что если надо сделать небольшой крюк, то чуть-чуть побольше. Ну, в общем, как-то так. Ну, и теперь давайте дальше, да. По поводу поста. Да, пост в силе, да, пьем водичку, ем орехи, да. Вчера уже съел даже два банана, да, два куска хлеба. Ну, и, соответственно, сегодня уже тоже хочу помидоры поесть. Не знаю, окурсы, в конце концов. Потому что прошло три дня, да, уже сегодня четвертый день. И как бы сказали мои друзья, жрать охота. Поэтому, кто у нас соблюдает пост, тому огромный привет. Не знаю, больше проверка самого себя. Но пока вот три дня держусь, хотя мне вот четыре дня держусь. Хотя мне кто-то там пишет, говорит, а я уже сорвалась, а я уже то, я уже... Ну, ничего страшного. Ну, как бы, поэтому, сразу говорю, пост у меня неполноценный. То есть там кто-то думает, что там, не знаю, там я молюсь или еще что-нибудь. Нет, нет, на самом деле нет, я вот этого нету. Поэтому, вот, просто соблюдаю пост. Конечно, скажут, это не пост, это диета. Я уже это все прочитал в интернете. Но, 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 пока вот именно так. У нас здесь небольшая авария, поэтому, в общем... А, ну, и по весу, да, по весу, сейчас скажу честно, я приехал после отдыха, весил 103,700, даже сделал фотографию, запомнил, да, запомнил этот вес, чтобы посмотреть, что у нас будет по итогу. И что у нас будет по итогу. И в итоге получается, сейчас я вешу там чуть меньше 100 килограмм, чуть меньше 100, посмотрим, что, что будет через 6 недель. Ну, и опять же, вчера взял, я купил абонемент у нас в фитнес-зал, да, новый, который у нас открылся, прямо возле нашей работы. Взял там абонемент, потому что там, где я взял изначально данного майки, там все было хорошо, но раз с утра попробовал поехать, там эти пробки страшные, машину не поставить. Я понимаю, что мне проще было купить другой абонемент, чем брать там так мучиться. Я там раза четыре подъезжал в последнее время, не мог поставить ни машину, ничего, просто разворачивался и уезжал. Поэтому взял еще один у нас получается абонемент, и теперь прямо возле работы у меня будет находиться фитнес-зал. Я его для интереса сниму, потому что фитнес-зал считается одним из самых дорогих у нас в городе Сочи. Посмотрите, что за эти деньги дает. Ну, сразу вам скажу, сразу разочарую. Это, конечно, не фитнес-парк в городе Сочи, где 5000 квадратных метров. Здесь всего лишь 500 квадратов, такой небольшой. Не знаю, за что они берут по 65 тысяч рублей за год. Не знаю, за что берут. Бассейна нет, ничего нет, но такая цена. Я взял потому, что рядом с работой, чтобы я мог после работы брать, идти и заниматься. Либо до работы брать, идти и заниматься. Вот. Это самое главное. Даже если бы этот зал находился где-нибудь в другом месте, например, находился на той же самой Мамайке, или где-нибудь в районе, например, Приморья, я бы, конечно, не взял бы никак в жизни, потому что, говорю, очень маленький, 500 квадратов брать за такие деньги, это не совсем разумно. Это не совсем разумно. Ну и опять же, теперь давайте подведем с вами итог. Неделя продолжается. Всем хорошего, так скажем, настроения. Всем отличного дня. Ну и с вами был Максим, компания Литны Сочи. Добро пожаловать в город Сочи. Пока.